ой надо кроссовки-то открыть альберт пусть откроет вот здесь разрежет а Это Савер, это Савер, это Савер, а вот это уже Савер. Мы вовремя успели добежать до дома, смотрите какое небо, сейчас как ливанет дождик, как польет. 1200, что купили, непонятно, сколько еще купили, чипсы купили. Мы тут домой пришли и картина маслом, вот нисколько не поменялась картина, зевают лежат обе, как спали так и спят, а на улице-то смотрите, что как потемнело, потемнело и гремит гром прямо где-то, сейчас как ливанет дождь. В общем, кроссовки проверку прошли, я ведь в них прошлась в восторге, честно, я от новой своей покупки. Так, свет включим. Ну да, немножко вари на меня и на себя. На меня немножко, на тебя немножко. Мы, короче говоря, пока шли, решили, что мы зайдем в магазин и купим пельмени. Нет, ты что там буянишь? Мы купили пельмени вместо того, чтобы куда-нибудь сходить вкусненько покушать. Не знаю, что вдруг у нас клинануло. У нас бывает такое. В общем, кроссовки прошли проверку, они просто суперские, они просто офигенные. Когда я ложила их в корзину, ну, вроде как там в отложенные, да, не в корзину, а в отложенных они у меня лежали, они стоили на тот момент 2 600. Вот. Вчера я, не вчера, позавчера я увидела, что у них стоимость снизилась до 1900 и, естественно, сразу же их заказала, потому что отзывы на них хорошие. Единственное, что плохие отзывы вот здесь, видите, сплошняком идёт, а не раз не на шнуровке, так, это резинка чисто как декор. Вот. Ну, и, может быть, утянуть вот здесь. Но здесь утягивать не надо, потому что вот это место одевается как носочек. И оденется оно только с помощью ложечки. Ну, я такой человек, что я одеваю любую обувь, абсолютно любую обувь с ложечкой, даже обычные кеды я всегда одеваю с ложкой. Вот. Для меня это не проблема. Если ложки не будет, ну, одеть будет, конечно, проблематично. Но у меня всегда с собой вот здесь вот в боковом кармашке в рюкзачке есть ложечка. Вот. Чем они меня взяли? Ну, дизайном своим. Мне очень нравится, как они выглядят. Ты что там хохочешь? Альберт что-то хохочет. Вот. Они меня взяли дизайном своим. Мне очень понравилась вот эта подошва с протекторами. Вот. Что? Как говорится, пельмени лишними не бывают. Ну, запас у нас есть на год. Вперед, да, пельмени. Ладно, вари давай. Вот. Понравилась мне очень стелька внутри. Почему-то так интересно. Смайлик грустный, смайлик улыбающийся. То есть здесь уже... Короче, не знаю, что там в голове у производителей было, когда они делали эту стельку. Вот. Внутри все качественно. Вот прямо видно, что они реально качественные. Прямо это видно. Поношу, посмотрю, как они у меня поносятся. Вообще, конечно, я вспомнила, что я их заказывала в зал для тренировок. Но уже прошлась по улице в них. И еще мне интересно будет, как образуются вот здесь заломы. Как быстро, во-первых, и как быстро порвется этот залом. Я немножко прихрамываю на левую ногу. Давно я это знаю, потому что есть колес. Вот. И вот здесь залом уже на левой ноге образовался. Но он образовался просто от того, что вот я шла. Здесь вот сбоку нету. В общем, посмотрим, как они будут в носке. Футболку я не взяла, потому что она мне мала. Вообще, я любитель кроссовок. Я просто их обожаю. Вот эти я покупала в Сочи в апреле. Эти надо уже выбросить. В каре брала в прошлом году. Но я в них катаюсь на велосипеде. Поэтому пока еще жалко. Выстирать, кстати, их надо. Я их выстираю сейчас. Не буду выбрасывать, раз катаюсь на них на велосипеде. На них, в них. Так. Вот эти брала в каре. Ну, так себе качество. Эти кеды тоже брала в каре. Кстати, носятся уже давно. Наверное, года три я их ношу. Ничего им не делается. На тренировке у меня кроссовки еще одни. В садике у меня декатлоновские кроссовки. И дома еще одна пара новая белая. Я ее как-то показывала. Пока я их еще ни ношу, ни вытаскивала. Загремела гроза, гром гремит и капать начало. О, сверкнула. О, сверкнула. Видели? Молния. Молния сверкнула, Альберт. Решетка мешает. Эти как... Они каждый раз качаются. Там кабидошки. Бесстрашные? Да. Сверкнула сейчас нехило так. Сверкнула бы вот сюда. Куда? В бетон. В бетон? О, видел? Да. Вот и не знаешь, радоваться дождю или нет. С одной стороны он прибивает пыль. Вот этот пух, который летит от тополей. Молния сверкнула, если ты мне не будет вкусно. Юморист, блин, а? Пошли давай кушать, мол, мне. Молния сверкнула, если сметана будет вкусная. Сметана будет вкусная. Чё, Рысюша? Пуха на улице вообще тополиного очень много. У меня чешется нос, у меня чешется лицо. Он летит. У нас один год, наверное, ну года 4 назад точно, срубали тополя. Вообще все срубали. Оставляли буквально вот только молоденькие деревца. Все старые, все срубали по городу. И пух летит. Вон просто его огромное количество. У меня в садике окна всё время открыты, наискосок получается. Вот так вот. И рядом как раз тополя есть. У нас просто, у нас вся спальня в пуху. У меня нянечка заколебалась вымывать этот пух. Ну, как бы она не ругается из-за того, что окна там открыты. Она сама их открывает. Всё-таки лучше, когда свежий воздух, да, чем духота в группе. Вот. Но она говорит, я замучилась вымывать этот пух. Вымывать его, пылесосить. Но дома как-то вот у нас нету столько пуха. Гремит. Слышите, как гремит? Мы вовремя домой прибежали. Я думаю, если бы мы сейчас сидели и ели где-нибудь в кафешечке какой-нибудь, мы бы потом попали под этот дождь. Так что хорошо, что мы решили поесть пельмени дома. Ну что, Ращуша, ты тоже боишься грома, молния? Пеша, мы даже убежала куда-то. Мы, кстати, забыли кошке купить корм. Кошка. А? А, там уже есть, да, точно. Хорошо. Завтра тогда сходишь, купишь. Завтра сходишь, купишь, ладно? У меня тут пылесос застрял. О, облюбовала уже местечко. Пылесос у меня тут застрял, надо мне достать его. Ну что ж, ты как-то туда опять забрался. Колобочек, а, колобочек? Залезет ведь, черт знает куда, потом я ползаю везде его достаю. Да, я про пылесос говорю, залезет вечно куда-нибудь, я потом ползаю его везде достаю. Лезет куда-нибудь, я сам потом доставаю его. Полная, полная, надо почистить. Пойду почищу. Вот, выркал вода. Смотрите, как поливает. Прямо стеклу по стеклу бежит вода. Хорошо льет, льет и сверкает. Как мы вовремя все-таки пришли домой, я третий раз уже об этом говорю. Смотрите, бежит прям по стеклам. Постельная, наверное, высохла уже. Нет, влажная. Сейчас еще загружу стирку. Вот это ливень. Вот это сверкает. В общем, я сегодня сделала все, что я хотела. Я хотела сходить купить билеты от Самары обратно. Ой, от Самары обратно говорю. До Самары я купила обратно только. Вот, мы едем 346 поездом 8 августа в полшестого утра у нас. Я сама пришла на вокзал, сказала номер поезда, сказала номер вагона, места, время, дату. Она мне только отбила чисто и все. Получилось у нас 3800 мой билет. И у Альберта, так, у Альберта, по-моему, если я не ошибаюсь, 1900. В общем, вся поездка, вся поездка, вся покупка билетов 1900, да, у Альберта вышла мне в 5800. Так что сейчас это все сложить аккуратненько в папочку и ждать поездки осталось только. На улице все сильнее и сильнее поливает. Вообще. Давай нормально уже, издевается надо мной, он мне то большую тарелку, то маленькую. Он тоже сидит. Средняя? Мне лень, я пельмень. Да, нормально. Маленькая. Нормально, мне 5 штук туда положи. Я сюда кисть, что я надо, что надо. 5 штук мне сюда положи, пельмени, мне хватит. Нормально, да, сметана, огурцы. Ну ты прям как в аптеке. Что, пожалел, что ли, еще 2 штучки? Я ему говорю, 5 штучек мне положи. Он мне положил ровно 5. Перфекционист. О, вот это другое дело. Спасибо. Ну все, вкусно кушаем. Там не 5 штук раз. Ну я съем 5 и оставлю. Стерша доест. Давно послезавтра оставишь. Да. Да, Стерша, ты доешь? Приятного аппетита всем. Доброе всем утречко. Обожаю эту кружку. Мечтай, все сбудется. Не знаю, я, наверное, ей пользуюсь еще года 2. После этого я покупала еще 2 кружки себе. Ну вот как-то. Они стоят, а это я пользуюсь. У меня все как обычно. Единственное, что сегодня горький шоколад. Тоже мой любимый. Сегодня вообще все мое любимое. Пабаевский с миндалем с цельным. Очень люблю его. И вафли обожаю. Короче, прямо у меня сегодня все самое-самое любимое. На заднем фоне, как обычный мешок мусорный. Прошу прощения за него. Ну, блин. Тут даже можно не объяснять ничего. День у меня сегодня очень насыщенный. Я собираюсь в санаторий на сутки. И очень радуюсь тому, что завтра выходной. Что я хотя бы отдохну, а то сплюсь. Ну, судя по погоде за окном, погодка сегодня будет хорошая. Поэтому я надеюсь, что дождя сильно проливного не будет. И дети в лагере не просидят целый день в корпусе. Мы хотя бы будем выходить с ними на улицу. Вот. Программа там сегодня насыщенная. И мирные пузыри, и мишка, и лазертак, и еще что-то. Ну, в общем. Ну, посмотрю, как день пройдет. Прошлое воскресенье, помните, я вам говорила о том, что я не могла дождаться, когда... Сейчас, что же я? Не могла дождаться, когда день закончится. Это воскресенье. Посмотрим, как пройдет. Кто завтракает со мной, всем приятного аппетита. Погнали в новый день. Ну, все, я готова. Я пошла от Берд Спит. Я надела костюм, который я уже сто лет не надевала. И жилеточку. Она мне больно полюбилась, эта жилеточка. Жилеточка от магазина Твое. Надеюсь, я не замерзну. А улица плюс 15. Но дождя не обещают. Ну, все, мы не сил. Терпение. Осталось до конца смены чуть-чуть. Смотрите, какое яркое солнышко. Дороги пустые, вообще никого нету. Воскресенье. Класс. Погодка на самом деле вообще класс. Я вышла из дома. Вот прошлась, наверное, минутки три. Тело у меня не замерзло. Костюм, жилетка. А вот руки, пальцы у меня замерзли уже. Ну, у меня всегда мерзнут руки в первую очередь. Конечности, как я говорю. Руки, ноги, был бы хвост. Замерз бы хвост. Нос еще мерзнет. Я опять выхожу в этот частный сектор. Это, наверное, уже всем известная дорога. Всем, кто смотрит меня. Потому что я хожу здесь каждый день да через день. Либо езжу на велосипеде. Здесь, кстати, очень много битого стекла. Всегда. И вот Тёма меня тогда наругал за то, что я здесь езжу. Вон, видите, как блестит на солнышке. Очень много битого стекла. И он меня наругал тогда, что я два раза колесо проткнула. И, скорее всего, это было... Первый раз-то я здесь это сделала. А второй-то раз, скорее всего, там... Оно просто заостряло, вот этот вот стеклышко. И в какой-то момент пропороло опять колесо. Господи, что я буксую. Котика гуляет. Чёрный. Нет, не перебежал дорогу. Молодец. Значит, всё будет хорошо. В общем, у меня очень сильно замёрзли руки. Прям пальцы. И знаете, о чём я подумала? Вот плохо то, что в этой жилетке нету карманов. И обычно, когда руки у меня мёрзнут, я их всегда прячу в карманы. И мне комфортно. Ну ладно. Солнышко прикрывает тепло. Чуть в тенёчек попадёшь, сразу начинают мёрзнуть руки. Я чувствую, что я сейчас приду. Там дети уже на ушах стоят. Потому что в прошлый раз я уходила, когда в пятницу утром, дети уже не спали. Одна комната уже шастала туда-сюда. Хотя время было ещё 6 часов. Даже 6 не было. И без 5-6 ушла оттуда. Знаете, что я поняла? Я не взяла с собой сладкого. Ну ладно. Альберт сегодня дома. Если что, я ему позвоню, напишу. Он мне принесёт что-нибудь. Я и без сладкого. Это вообще. У меня и сладости. Мы пара. По-другому не сказать никак. Ладно, Альберт на каникулах. Если что, принесёт всё, что мне нужно. Солнышко просто шикарное. Смотрите, как отсвечивает от воды. И рыбаков. Смотрите, сколько рыбаков. Много-много-много рыбачат. Интересно, что они там ловят. Дороги-дороги. Это не лагерь. Это зоопарк. Я устала вообще. Я жду не дождусь, когда закончится уже. Не просто этот день. А вообще-то смену. Доброго всем утречка. Смотрите, какой туман там. А птицы-то как заливаются. Слышите, да? С одной стороны птица поёт. С другой стороны петухи кукарекают. С третьей стороны вороны каркают. Короче говоря, утром можно услышать всё. Туман так интересно ложится над водой. На улице холодно. Очень-очень-очень холодно. Градусов, наверное, ну 8-10 максимум. Я хочу домой. Я иду домой. Так, у меня, получается, осталось на следующей неделе вторник, четверг в ночь, воскресенье сутки и ещё одна ночь во вторник. Ну, получается, через неделю. И всё. Меня спрашивает старший воспитатель этого санатория, лагеря. Как дела у вас? Я говорю, всё хорошо. Она мне говорит, но при этом на вторую смену не пойдёте. Я говорю, нет. Почему? Вроде бы как. Я говорю, я честно говорю, я не вывожу физически. Я, конечно, не стала ей называть самую главную причину. Ой, сейчас телефон в другую руку возьму. Руки мёрзнут жутко просто. Я не стала ей называть самую главную причину. Это отсутствие дисциплины и отсутствие порядка. Ну, потому что, как я всегда говорю, каждому своё. Если она даёт свободу детям, то это её право, это её выбор. Я не могу так настолько свободу, когда ты заходишь в комнату к детям, а у них в одном углу вещи, одежда валяются, скомканные. Там посреди комнаты валяется туалетная бумага, развернутая наполовину в перемешку с обувью. На подоконнике у них навалены, допустим, фантики от конфет, от печенья, крошки. И перемешку с одеждой тоже. Я так не могу. Я человек, который любит чистоту и порядок во всём. Ну, в какой-то степени я перфекционист. Вот. Это в плане порядка. И когда я вижу бардак в комнате, тем более у детей, мне просто хочется самой взять, пойти привраться. Но представляете, если я пойду привираться у 60 человек, ну, это как минимум будет странно. Странно это будет, если такая я пошла, дети, значит, им разгул, и я пошла в них прибираться. Вот. Ну и отсутствие дисциплины. Это тоже понятно, когда дети стоят целый день на ушах, чем бы они ни были заняты. Да, они их занимают, они там поют, они всякие мероприятия вожатые проводят с ними. Но всё равно, как только дети остаются сами себе предоставленные, какой-то период времени, пусть даже небольшой, они начинают бегать по этажу, орать, махаться одеждой. Короче, короче говоря, вот так. Сегодня выходной понедельник, что меня очень-очень радует. Прям очень. Потому что мне сейчас не надо идти на работу в садик. Я приду, умоюсь и лягу спать. Ну и просплю хотя бы часа 3-4, а я уже отдохну. А вечером у меня тренировки. Так что всё супер. Я очень рада, что сегодня выходной. Середина июня, а холодно на улице настолько, что вот я буквально вытащу руку из кармана, и она у меня замерзает за какие-то полторы минуты, пока я иду снимаю вот коротенькими видео. Вообще очень холодно, очень. Завидуюсь своей сестре. Белой завистью. Она уехала в Анапу. Вот. Вчера они приехали туда. Уже сходили там погулять. Ещё куда-то. Единственное, она мне пожаловалась, что у неё прихватило спину. Что ж такое-то у неё случилось. То ли резко наклонилась, то ли что. И сразу же пишет, что отдых испорчен. Первый же день. Ну, она у меня такая дама. Это, знаете, из той категории людей, которые любят, чтобы было всё идеально, по-богатому, цепляются ко всему, ко всему, ко всему. Ну, короче говоря, если что-то происходит не по плану, она считает, что всё испорчено, всё плохо, всё не так, как задумано. Ну, вот спину прихватила, сразу сказала, отдых испорчен. Но к спину можно в порядок привезти за 2-3 дня. Ну, ничего. Сейчас немножко отлежится, пару дней, и всё, и будут отдыхать на полную катушку. А мы только 30 июля. Но тоже, в принципе, уже недалеко. У меня через 2 недели день рождения, 29 июня. А там ещё месяц. Всё, и я в отпуске в трёхнедельном. Вы знаете, вчера разговаривала с охранницей в санатории. Она работает, у неё основной деятельности пенсионный фонд. Не знаю уж, кем она там работает, но она мне сказала, не вздумай уходить из садика. Не вздумай прерывать свой педстаж. Вырабатывай. Положено тебе 25 лет выработать. Вырабатывай, терпи. И я вот прислушалась. Вот правда, я прислушалась. В общем, ещё она мне посоветовала сходить в пенсионный, посчитать стаж свой. Сколько мне осталось ещё работать, чтобы 25 выработать и получать пенсию по выработке вот этого стажа. Надо мне заняться этим делом. Ну и я реально к ней прислушалась, хотя я вижу человека вообще впервые в жизни. Она как-то сразу ко мне так настроена, хорошо была. Подошла, начала со мной разговаривать. Как же мне нравится эта дорога. Вот. Я руку меняю периодически, да фон вам меняю. Вот она подошла ко мне, начала со мной разговаривать, спросила, где я работаю. И сказала о том, чтобы... Ну, в общем, довела меня до ума, что ты, говорит, понимаешь, если ты сейчас вот этот... прервёшь свой стаж, ты потеряешь, говорит, хорошее подспорье. И я такая, блин! Ну, короче, я её услышала, я её поняла. Домой. Домой, домой, домой. Домой, домой, домой. Домой.